всем привет вы слышите алексея халецкого главного же уже к планеты земля это значит что вы на канале лёша играет и пришло время поговорить об огромном баланс патча которые фераксис выпустила вчера много цивилизаций изменены но начну я с юнитов во первых как и обещалось в анонсе появилось три новых юнита три бушеты латники и линейные пехотинцы три бушеты понятно это между катапультами и бомбардами теперь осадные юниты латники оказались рукопашными юнитами между мечниками и мушкетерами а линейные пехотинцы тоже рукопашные юниты между мушкетерами и пехотинцами обычными в общем как это напоминает чем-то улучшение в 5 циви когда помните появились метка луки и пехотинцы первой мировой в общем похоже теперь имеет смысл идти в рукопашные юниты почаще их использовать то есть начинать с того что много дуболомов строить воевать ими и постепенно они реально будут прокачиваться второе важное обновление с юнитами это то что теперь все уникальные юниты цивилизации хоть что-то да заменяют потому что были например хефсуры которые вы не могли получить обновив предыдущие этого приходил их их приходилось их строить и таких уникальных юнитов у цивилизации было несколько и получалось что эти цивилизации немного хуже ну вот почему например я играю за рим могу настроить дуболомов и спокойно их апнуть в легионы а другая цивилизация со своими юнитами этого сделать не может и вынуждена их там посреди игры строить понятно что это не касается начальных юнитов там каких-нибудь ацетских ягуаров но в принципе в чем тут баланс почему так игра делала наконец-то это исправлено ну и в принципе огромный список изменения силы юнитов так например у мечников сила была 36 стала 35 у пехотинцев наоборот увеличена с 70 до 75 пулеметные роты были 65 75 минуту без то бишь ближние и дальние боя стала 70 85 увеличена боевая мощь у катапульту бомбард ну там очень много в общем то практически всех юнитов изменены изменена сила и обсуждать это к лучшему или к худшему стало сейчас сложно не сыграв несколько игр но вот так по ощущениям логически поразмышляв немного очевидно что улучшились боевые качества рукопашных юнитов это точно и теперь кавалерия не настолько будет доминировать в партиях и даже кажется что вполне можно будет наказать человека который пойдет в самолеты потому что пехота теперь выглядит сильной если у вас она даже прокачана перед этим пусть вы воевали этими юнитами то захватить пехотинцами человека который пойдет самолеты выглядит уже вполне реально но повторюсь это конечно будет понятно только после нескольких партий тогда наверное я сделаю какой-нибудь еще дополнительное видео по поводу нового баланса но еще отмечу что добавили новые карты большую карту средиземноморья огромную карту земли и точно такие же карты но с реальными расположениями цивилизации теперь самое главное и интересное как же поменяли цивилизации у ацтеков их уникальное здание которое заменяет арену теперь будет давать три культуры а не одну как было раньше австралия чуть-чуть реже станет появляться на побережье и это все что исправлю австралии конечно же во всем остальном она очень сбалансированная цивилизация да канаде как и говорилось добавят выхлоп от рудников и лесопилок в снегах тундре на снежных холмах и холмах в тундре теперь они будут давать на два производства больше а лагеря на эти же типы ландшафта будет приносить на две пищи больше кроме того фермы в тундре и снегах будет приносить на две пищи больше тоже возможно это баланс конечно но все равно представить себе фермы фермы в снегах которые дают больше еды чем фермы не в снегах я не могу особенно это касается какой-нибудь античности или средневековья китай теперь получает озарение после строительства чудо света только той эпохи которая соответствует этому чуду то есть если вы строите чудо из средневековья то вы соответственно и получите озарение и средневековья ну или вдохновения там случайно это выпадает у франции шато теперь дает две культуры и плюс одно золото просто само по себе раньше она давала просто две культуры а потом плюс одну культуру если рядом с чудом плюс одно золото если рядом с ресурсами довольства здесь тоже добавляется культура 200 дляesta которое соседнее чудо там плюс два при наличии авиации плюс золото если стоит на реке тоже важно то есть по идее если вы ставите шато на реке то можете Сразу получить 2 культуры и 3 золота А если еще с чудом, то там еще плюс культура Ну и понятно, можно размещать только рядом с бонусными или редкими ресурсами И нельзя рядом с другим шато Улучшили, улучшили, потому что раньше шато как-то так не особо хотелось строить Грузия теперь не получает 100% кверя в первые 10 хатов после объявления войны за протекторат Что правильно, потому что объявить войну за протекторат Это такое какое-то стечение обстоятельств должно было быть Война за протекторат это когда кто-то захватил город-государство Который был союзником вроде бы Грузии Теперь вместо этого победа в бою дает очки веры равные половине мощи побежденного юни Ну то есть если вы убиваете юни, например, мечник теперь 35 силы То есть если вы убиваете мечника, то получите 17 веры Причем это написано на стандартной скорости Наверное, на сетевой должно скалироваться по идее Посмотрим Германия реже станет появляться на реках Это, в общем-то, все изменения Германии Греция теперь становится фашистами Потому что у них способность добавляется Плюс один к боевой мощи за каждую занятую ячейку военного курса То есть на самом деле Это даже не про военный курс говорится А про использование военных карточек То есть у вас будет плюс один к боевой мощи за каждую военную карточку, которая у вас в правительстве стоит А я сказал фашисты, потому что больше всего военных карточек вы, соответственно, можете именно при фашизме поставить И я хочу сказать, что, например, первое правительство Вы там можете взять олигархию за греков И получить плюс четыре к силе рукопашных юнитов А потом поставить еще военные карточки в олигархию И сколько еще? Плюс три, это сколько? Плюс семь, плюс восемь? Прямо при олигархии Выглядит, выглядит сурово Да, я уточню, что это именно у Горга, а не у Перикла То есть это способность Горга При этом та способность, которая давала 50% культуры за боевую мощь, осталась Инком добавили Я уточняю еще раз Добавили, не поменяли А добавили к тому, что уже есть Плюс одно к производству в горах при достижении промышленной эры То есть вот сами горы начинают давать плюс одно к производству Когда вы вышли в промышленную эру Фермы-террасы будут приносить теперь одно жилье А раньше приносили половину жилья И, наконец, появляться в горах инки станут намного чаще У Японии единственное, что изменили Это то, что Япония почаще станет появляться на побережье Ну, конечно, инки были слабой цивилизацией Это я сейчас с иронией говорю, на всякий случай уточняю Надо их усилить У Японии ничего менять не надо Абсолютно такая средняя цивилизация Никогда не побеждает Никогда там не улетает на 80-й ход Переработали кхмеров Теперь города с Акведуком получают Одну единицу удовольства Плюс одну веру за каждую единицу населения А фермы рядом с Акведуком плюс две пищи А рядом со святым местом плюс одну веру То есть вы представляете, да? Вы ставите Акведук Мало того, что вы жилье от него получаете Так еще и счастье И, например, если у вас 10 жителей в городе То плюс 10 веры в ход Раньше Акведуки просто давали 3 веры в ход И все Для кхмеров, я имею в виду Способность лидера теперь дает Святым местам повышенный бонус за соседство с реками А кроме того, святые места будут давать количество пищи Равное бонусу за соседство И плюс две единицы жилья, если они были расположены у реки Ну и, понятно, культурный захват, который раньше и был Напоминаю, до этого изменения у кхмеров священные места давали просто две еды и одно жилье И это было, кстати, очень неплохо То есть кхмеры сейчас появляются в тропических лесах Например, ну они чаще всего там и появляются Берут соседство для тропических лесов Ставят священные места с тропическими лесами на реке И у них в городах сколько там? По 6-8 пищи будет? Что это за мрак? И куча веры еще к тому же Так как города будут быстро расти Они ставят Акведук и получают еще кучу веры Ну и как будто этого мало Уникальное здание, просад, который заменяет храм Ну, раньше он, конечно, не рабочий был Потому что его способность была только в том, что давала миссионерам в этом городе повышение мученик И, в принципе, в сетевых играх, да и особо против компьютера Это не так уж и сильно работало То есть в реликвии не так много получали Теперь же просад будет давать 6 единицы веры Половину культуры за каждую единицу населения То есть вместе с общим выхлопом культуры Вы будете получать практически плюс одну культуру за каждого человека в городе Кроме того, плюс 10 туризма в городах с населением 10 А в городах 20 Плюс 20 туризма Ну, правда, это после открытия авиации все Ну, туризм я имею в виду Но и в целом на культуру такое здание То есть у меня, знаете, такое ощущение, как будто Кхмеру теперь достаточно священные места построить И Камбусай В принципе, ему больше ничего не надо Потому что культуру он с тех же просадов будет получать Еду будет получать Ему даже фермы не надо строить Еду будет получать с священных мест В общем, это какое-то странное Очень крутое улучшение Кхмеров Немножко изменили Конго Реликвии, артефакты и скульптуры Теперь также приносят плюс одну веру А бонус великих людей больше не распространяется на великих писателей Ну, логично Потому что Конго и Россия Очень быстро начинали великих писателей собирать Ну, я, кстати, сразу еще и Россию уточню То есть там тоже это ослабили Теперь накопление очков великих писателей, художников и музыкантов Не происходит сразу после строительства лавры Для набирания очков писателей Теперь надо еще и святилище построить Для набирания очков великого художника храм А для набирания музыкантов построить какое-то здание третьего уровня Там зависит от того, какое вы выберете в религии Кроме того, новые города у России будут получать не 8 клеток, как раньше, а всего лишь 5 Ну, немножко вернулось к нормальному состоянию Посмотрим, можно ли будет теперь за Россию в сетевых партиях играть Усилили Корею А то это была слишком слабая цивилизация Никто за нее не играл Рудники будут получать плюс 1 к науке за каждый прилегающий район савон А не за просто 1 Ну, а фермы плюс 1 к пище за каждый прилегающий район савон Это не сильное, конечно, усиление Но мне кажется, что Корею все-таки стоило не усилять, а чуть ослабить Мои любимые мапучи Тот, кто смотрит прохождение за Маури В курсе, как я рад их бонусу плюс 10 Но к силе Но Фераксис решили, что мапучи мало военных бонусов Давайте им еще и бонусы на развитие дадим Так, города с губернатором теперь дают плюс 5% культуры и производства А также плюс 10% боевого опыта всем юнитам, обученным в этом городе Можно, кстати, провести параллель с Кореей У которой губернаторы дают, например, плюс 3% культуры и науки То есть, почему здесь то же самое Было хотя бы 3% не поставить Почему аж 5%? Но этого мало Для городов, основанных не мапучить, и бонусы утраиваются То есть, по идее, вам бы поставить города 2 А остальное все захватывать И там губернаторами будет плюс 10% культуры и производства Ну и чтобы проще было захватывать Все города в пределах 9 клеток от города с вашим губернатором Получают плюс 4 лояльности вход в пользу вашей цивилизации Способность лидера так и оставили плюс 10 к боевой мощи В сражениях с вольными городами Или цивилизациями, переживающими золотой или героический век А если вражеский юнит еще и будет уничтожен в пределах вражеского города То лояльность этого города снизится на 20, если враг в золотом веке Или на 40, если враг в героическом Кайф Напал на вас мапучи, имеет против вас плюс 10 к силе Уничтожил трех ваших юнитов И город отвалился у вас То есть, его даже захватывать не надо Знаете, такое ощущение, что с мапучи, если ты в героическом золотом веке Лучше вообще не воевать То есть, он напал, ты отводишь юниты и вообще с ним никак не контактируешь Очень интересно, очень Ну и кроме того, уникальному улучшению мапучи и мамюль добавили еще и одно производство В принципе, тут я согласен, потому что улучшение-то мало кто использовал У майя фермы теперь получают плюс одно производство за каждую прилегающую обсерваторию Нестоличные города в пределах шести клеток от столицы теперь получают еще и бесплатного строителя при основании Также изменены условия появления майя Чаще всего они будут появляться в лугах, равнинах или в лугах с холмами и равнинами Чуть пореже будут плантации с редкими ресурсами Все прочие типы ландшафта будут встречаться намного реже Уникальное здание Монголии, Орда, теперь повышает опыт осадных юнитов Уточню, что если я не говорю, что какие-то способности что-то заменяют То это означает, что это добавляется к тому, что уже было То есть вот эта Орда, уникальное здание Все, что у него до этого было, так и осталось То есть плюс один к перемещению тяжелой легкой кавалерии Плюс 25% опыта кавалерийским юнитам Просто еще добавилось и к осадным У Нидерландов внутренние торговые пути теперь приносят плюс две лояльности А было плюс один А торговые пути, проложенные от иностранных цивилизаций к нам То бишь к Нидерландам, дают две культуры, а было плюс одну У Нубии, слава богу, снизили способность на создание юнитов дальнего боя Было плюс 50% к производству, стало плюс 30% Ну и Нубийская пирамида теперь дает просто две веры и две пищи Раньше там доход зависел от того, где вы ее поставите Был еда от центра города, плюс одна наука от кампуса, плюс одна деньга от центра коммерции и так далее Сейчас все попроще Просто две веры, две еды У Османской империи после открытия технологии порох будет добавляться дополнительный губернаторский титул Но при этом, как я понимаю, вероятность наличия селитра Селитры у Турции в стартовом месте очень-очень низка теперь У Персии снизили только бонус к уникальному улучшению престижа у этой пайридаэзы Раньше был плюс два престиж, теперь стал плюс один Почему-то слегка ослабили Польшу Теперь при культурном захвате территории А это происходит, в общем-то, у Польши при строительстве фортов и при строительстве священного места Города будут обращаться в доминирующую религию Польши А не в религию, основанную поляками То есть, если поляки, например, основали католицизм А у них доминирующая религия православия То при культурном захвате именно в православие будет теперь обращаться город У скифов их уникальное улучшение курган Теперь будет давать плюс одну веру и плюс три золота сам по себе И плюс одну веру за каждое прилегающее пастбище Раньше он давал плюс одну веру и плюс одно золото сам по себе А потом еще дополнительно по одному золоту при открытии гильдии, капитализма В общем, никто его не строил Посмотрим, как сейчас будет Кроме того, будет добавляться еще две веры после открытия стремени Ну, а после исследования авиации еще и туризм Серьезно так переработали Испанию Теперь их торговые пути сами по себе получают плюс три золота Плюс две веры и плюс одно производство А если они еще и в другой континент отправляются То есть, между разными континентами То это все удваивается Кроме того, города не на вашем континенте Получают плюс 25% к производству при строительстве районов И бесплатного строителя в момент своего основания Раньше, например, они получали всего лишь плюс две лояльности Боевые и религиозные юниты теперь получают плюс пять к боевой мощи Против игроков с другой религией Раньше было плюс четыре Уникальное улучшение Миссия дает все так же плюс две веры Но при этом плюс одну единицу пищи и производства на другом континенте Раньше она еще при этом, правда, давала и плюс одну науку Плюс одну науку за каждый прилегающий к кампусу священное место И потом еще плюс две науки после открытия культурного наследия Испания теперь не обязательно появляется на побережье И вероятность наличия рядом с Испанией геотермальной энергии снижена Шумеров усилили так же, как и их союзников Теперь, ко всему прочему, юниты шумеров и союзников Получают плюс пять к боевой мощи, если они воюют против общего врага Я так понимаю, что это с военным союзом даже стакается То есть если у шумера с кем-то военный союз, то это плюс десять будет Но это надо проверить Уникальный район Вьетнама Тхань Больше не приносит очки великих полководцев Что мне кажется правильно, потому что он и так сам по себе очень неплох был Да и как бы типа уникальным специальным районом не считался Ну и наконец здания в Иканде Это я сейчас про зулусов говорю Будут получать плюс два золота и плюс одну науку То есть казармы, военная академия, оружейная Они каждый будет дополнительно давать плюс два золота и плюс одну науку По поводу изменения цивилизации это все То есть не изменили ни Македонского, ни Австралию, ни Великую Колумбию, ни Маури Ни уж тем более Вавилон Я знаю, что больше всего в комментариях писали, что наверняка Вавилон изменят Он же имба такая Вот это вот все оставили Но в принципе большая работа проделана Интересно будет, в общем-то, искать новый баланс Что еще поменяли? Во-первых, улучшили наконец-то губернатора Мокшу Он будет изначально, ну он там дает плюс сто процентов влияния религии, когда вы его сажаете в город Но кроме этого еще и плюс две веры за каждый специализированный район этого города То есть в принципе для цивилизации, играющих через религию, этот губернатор стал довольно обязательным Исправлено несколько важных ошибок Например, исправлена ошибка, из-за которой бонусные ресурсы не удалялись с клетки после строительства на ней района Реально так игроки сейчас делали Раньше, точнее, делали То есть можно было район на, предположим, пшеницу поставить А потом прийти на этот район рабочим и эту пшеницу вырубить Ошибка, несомненно Исправлена ошибка, из-за которой процентные бонусы к вознаграждениям за совершение объектов Иногда давали больше, чем планировалось В пример тут приводится Аютхая, это город-государство, который дает 10% культуры от производства при завершении Возможно сейчас Аютхая, потому что раньше это реально очень много культуры давало Термин культурное превосходство разъяснен более доступно в разделе культурная победа и во всемирном рейтинге Кроме того, культурное превосходство имеет продолжительные эффекты, наконец-то Например, международные торговые пути к иностранным городам, где у вас есть культурное превосходство, приносят дополнительно 4 золота Шпионские задачи в иностранных городах, где у вас есть культурное превосходство, выполняются на 50% быстрее А ваши горожане распространяют на 25% больше влияния лояльности на иностранные города, где у вас есть культурное влияние То бишь, это значит, что в принципе имеет смысл идти в туризм и увеличивать его, даже если вы не планируете культурную победу Наконец-то! У дипломатического квартала наконец-то появился уникальный значок района Не может быть! Так долго его рисовали Ну и еще много изменений, исправлений, улучшений, по-моему, не особо важных, которые стоит упоминать Вот такое довольно большое патч-баланс Еще раз повторю, надо играть, проверять, как оно действует Но вот это правильное движение, это действительно требовалось Особенно перебалансированные юниты, это важно Ладно, они там крутые цивилизации не трогали, мы их можем и банить, на самом деле, и не использовать в играх Фиг с ними, а вот важно было, чтобы юниты рабочие оказывались Ну и туризм, посмотрим, как будет действовать В общем, надо смотреть Ваши впечатления, как всегда, хочу прочитать в комментариях Если я что-то упустил или неправильно сказал, тоже меня поправляйте, пожалуйста И, конечно же, играйте в умные игры Всем пока! Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok